Ты шаг за шагом, шаг за шагом, и ты сидишь, и у тебя всё болит. Настройтесь на то, что это будет не так легко. Теперь самые полезные советы от новичка. Вы будете привыкать к ходьбе, много, очень много ходить, очень много ходить. Но это опять же рулетка, потому что у тебя может и не быть. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам, что скорее всего вы испытаете, когда захотите совершить восхождение на самую высокую точку в Европе. А именно, вот вам вопрос. Погнали! Так, сразу хочу сказать, что я не какой-то там альпинист, я никогда этим не занимался, до этого я никогда даже в горы не ходил. Я просто решил немного разнообразить свою жизнь, свое бытие и совершить это восхождение. Сегодня поговорим на тему того, что я испытал, какие эмоции, что мне это дало, сколько всё это дело стоило и в целом стоит ли оно того. Начну я, наверное, с самого задаваемого вопроса, который я слышу, после того, как люди узнают, что я сделал это. Вы знаете, какой самый задаваемый вопрос? Я думал, будет типа, а как ты себя чувствовал? А как ощущение после того, как восхождение совершилось? А что, сколько всё это длило? А цена как? Нет. Самый задаваемый вопрос, который вам будут задавать, скорее всего, это «А чё ты решил в горы пойти?» Да блин, я откуда знаю. Вообще, многие говорят, что в горы ходят тем, кому на душе плохо. Но нет. Просто я человек-авантюрист. Я люблю всякие авантюры. Собственно, что с собой взять? Я лично скажу, что я взял ровным счётом ничего. Я взял пару сменных вещей с собой, маленький рюкзачок и в самолёт. Я всю экипировку, всю одежду брал в аренду, потому что я видел людей, которые привозили своё. Это вот такие баулы. Я не знаю даже, как самолётов смог поднять. Возьмите просто с собой термобельё, носочки, трусики, да, и всё, как бы вам этого вполне хватит. Но мыться, побриться, всё понятно. То есть я имею в виду, что обувь, там, такие огромные ботинки. Вам всё-всё-всё-всё компания, которая будет с вами, она выдаст. Плюс-минус аренда вам обойдётся тысяч там в 30-40. Покупать всё это стоит, там, 200 ишь, там, просто ценный космос. Реально космос. То есть стандартная экипировка обычного альпиниста, вот, ну просто, да. Одни ботинки, там, 1100 могут стоить, 150, просто в лёгкую. Так что вам покупать своего много смысла нет, тем более, если вы не ходите по горам, вы не занимаетесь альпинистом, вы это используете один раз, и потом положите на полку, и нет смысла на это тратить денег. Всё, с одеждой вы определились. Купайте самолёт и вылетайте в город. Купайте самолёт и вылетайте в город. Купайте самолёт и вылетайте в город. ЧЕГО, БЛИ? Как правило, это город Пятигорск, аэропорт Минеральной воды. Я рекомендую всем прилетать до встречи за один день, чтобы не в тропях там нестись и задерживать всю группу, а спокойно прилететь, отдохнуть, поспать и на следующий день драться уже непосредственно с группой. Собственно, у меня группа была человек, наверное, 7, если не соврать, я уже точно не помню, человек 7-8. Примерный сценарий, как это все будет. Вы прилетаете в Минеральные воды, оттуда едете в Пятигорск, в Пятигорске встречается группа и уезжает в поселок Терскол. Это при Эльбрусе, там вы будете находиться и делать акклиматизационные выходы. То есть вы будете подниматься куда-то на какую-то высоту, проводить там некоторое время и спускаться. Так будет примерно дня два, потом вы уедете уже непосредственно на Эльбрус. Эти два дня у вас будут очень лайтовыми в плане акклиматизации, да, то есть вы будете просто ходить. Я лично со своей группой выходил на гору Чигет. Эй, здорово! Вот моя группа. Это просто была конфетка, какая-то легкая прогулка. Хотя в тот момент, когда вы будете делать эти выходы, вы будете думать, Сложно! Первый день у нас туда и обратно дорога заняла около часов, наверное, что вот мы поднимались на гору. Второй день мы поднимались тоже на гору, но уже с другой стороны. Это у нас было примерно часов восемь, наверное, выход. Вот. И на третий день мы уже уехали. Вы будете привыкать к ходьбе. Много, очень много ходить. Очень много ходить. Мой трекер насчитал двадцать тысяч шагов по горной местности. Опять же, спешить никуда не надо. Могу сказать, что не переживайте, организм ваш просто перестраивается. Он привыкает к таким нагрузкам. Я видел, как людям становится плохо уже в начале такого пути. Хотя мы ничего сверхъестественного не делали. Вот. В любом случае, с вами будет ваш гид, который вам всегда поможет, расскажет. Вас, так сказать, как оберегать будет, в общем. У тебя завязочками. У всех завязок. У тебя, да, у тебя? У тебя, да, у тебя. У тебя такие. Совет сразу. Берите много сладкого. Батончики протеиновые. Ой, нет, не протеиновые. Энергетические. Есть разница. Есть батончики протеиновые, есть батончики энергетические. Купайте энергетические. Они очень помогают. Это такой лайфхак, что Кока-Кола и сладкое, там можно вообще, там на это нет никакого запрета в плане именно для себя, потому что это существенно увеличит ваши шансы на победу. Сразу настройтесь на то, чтобы выходить в горы именно с победой. Именно на то, чтобы совершить восхождение. В своей команде я общался с людьми, я задавал вопрос, а что, как думаешь, сам вообще поднимемся, нет там. И вот люди, которые мне говорили, что ну вот я не знаю, может быть, я просто решила попробовать там то все. Вот эти люди не поднимались, не смогли подняться, не смогли совершить восхождение. А те, кто говорил, что да, мы поднимемся, все будет круто, те смогли совершить восхождение. Из восьми человек у нас смогли подняться далеко не все. Двое, трое у нас точно отвалились. Ну, человек пять, да. Человек пять из восьми только смогли совершить восхождение. Еще нам очень повезло с гидами, потому что гиды у нас были адекватные. Нас никуда не гнали. Впереди был очень опытный гид Сергей. Он шел очень медленно, за что я ему очень благодарен. Он вообще красавчик. Там решает выносливость, наверное, и опыт. И разумный подход к своим действиям, которые ты совершаешь. Настройтесь на то, что это будет не так легко. Знаете, в чем самое такое большое заблуждение? Ты смотришь, вот нам надо дойти до скал пастуховых. Вот кажется, вроде они рядом, рядом. Вот ну что тут идти, ну всего-то. Ребята, горы, это когда ты километр можешь идти гребаных восемь часов. То есть, и человек видит, что вот вроде рядом, я сейчас добегу быстренько. И начинает бежать, а место это не становится ближе. Это обман зрения. Там все очень далеко, все очень настолько далеко, что просто ты, когда поднимаешься, думаешь, обалдеть. Вот это да. Найдите свой темп и спокойно идите, идите вниз. В конце вас построят так, чтобы никто из вас, если у вас, опять же, грамотный гид, чтобы никто, чтобы те, кто слабее, да, там, хуже идут. Вот они шли первыми, первыми, чтобы задавали эти темпы тому, кто идет сзади, кто готов там убежать, лечу тебе. Я видел людей, которые бежали, а потом полчаса сидели, делайте больше глубоких вдохов. Смысл в том, что там, простыми словами, опять же, изъясняюсь, представьте, что воздух это такие частицы молекулы, да. Здесь, в городе, на низине, они очень близко друг к другу расположены, и чем больше мы вдыхаем, нам нормально, то есть кровь насыщается кислородом. А там эти частицы, они, их столько же, но они дальше друг от друга. И мы вдыхаем, их меньше попадает, соответственно, меньше кислорода. Я просто дышал глубже, вот, и это помогло мне сохранить вот этот некий баланс. Я могу сказать сразу, что акклиматизацию я проходил очень несложно. У меня не было ни головной боли, ни тошноты, у меня не было вообще никаких симптомов. Но это, опять же, рулетка, потому что у тебя может и не быть, а у человека рядом, там, у мужа, все ему фигово, он там, весь зеленый, просто весь вот такой-никакой. Опять же, что касается акклиматизацией. Ребят, ну, у каждого она протекает по-своему. То и нельзя сказать, что у вас, вот у вас у всех будет, там, горняшка, да, или горняшки, там, не будет ни у кого. Человек может быть здоровым абсолютно, да, там, не курящим, не пьющим, но его так мутит на высоте, что это просто мама, не горюй. А человек, который там курит и пьет, ему нормально. Лично я не испытал никаких симптомов абсолютно. Нет, хотя, знаете, какое-то состояние было такое, ну, это, наверное, больше усталость. Тебя как будто немножко ударили по голове. Такое вот пришибное состояние, ты в каком-то таком легком кумаре, вот, и ты, как бы, ну, не хочешь делать лишних движений. Пейте больше воды. Вода это жизнь, вода это источник жизни, вода вам поможет. Больше пейте, больше ешьте сладкого, меньше бегайте и меньше суете. Не надо там бежать до магазина, до ларька срочно куда-то, потому что ты там на высоте побегал, все, ты уже можешь завтра не встать. Все надо делать спокойно, размеренно, никуда не торопиться. Акклиматизация дело индивидуальное, вот, и я не могу сказать, что у человека, если он там занимается спортом и там вообще живет в здоровом образ жизни, да, ведет, у него есть какие-то привилегии или гарантии там не словить эту горняшку. Нет, абсолютно не так, вот, горы, как говорится, каждому подходят с этим вопросом индивидуально. Теперь к самой главной теме. Вы уже находитесь в лагере, у вас ночь, вы, скорее всего, ночью будете выходить, потому что там идти вроде, я говорю, километр-два там, да, а ты будешь идти их 12 часов, эти два километра. Парадокс, понял, да? Все, вы будете выдвигаться ночью. Скажу честно, я рекомендую всем использовать ратрак. Ратрак вас поднимет до скал Пастухова, вот, оттуда вы начнете свое восхождение. Не переживайте, вы до этих скал сами подниметесь, но днем ранее. Этот ратрак, он существенно сэкономит вам силы, прям вот, ну, 100%. После того, как мы совершили восхождение, все из нас сказали, что никто бы не дошел, даже спортсмены из нас, которые были, никто бы не дошел на своих двоих весь этот путь. Это очень сложно, и ты буквально отдаешь все свои силы, все свои силы отдаешь на это восхождение. Все, вы добрались до скал Пастухова, вас там цепляют за трос, вы начинаете подниматься. Примерно часа 4 вы не будете ничего видеть, кроме жопы своего товарища. И шаг за шагом, шаг за шагом, ты идешь. Не надо, не рекомендую использовать наушники, потому что это создаст некую нагрузку на ваш мозг, и вы сами можете не почувствовать и не понять, почему у вас так голова болит или кружится. Вы начнете шагать, начнете шагать, начнет светать, вы уже дойдете до седловины. Седловины это такая вот, ну, на пальцах объясняю. Вот левая сторона горы Эльбруса, вот правая, да, южная там, не помню какая. И вот между этого седловина. Там вы сможете перекусить, там вы сможете отдохнуть, но опять же недолго. После того, как вы перекусили, покушали, вас опять цепляют, и вы весь укутанный, весь такой. И вы на тот момент уже почувствуете кайф усталости, поверьте. Вас будет только подбадривать то, что вы будете смотреть, вроде вот, ну, чуть-чуть осталось, но так мало. Нифига, не мало. Все, вас опять цепляют, вы вместе идете туда, все вместе, оп, вот, поднимаетесь, а склон все круче и круче, все круче и круче, ты идешь все медленнее и медленнее. И только гиды, благодаря гидам, опять же, да, если они у вас грамотные, адекватные, вы сможете побороть себя, потому что они вам будут изрядно напоминать часто, что осталось совершенно чуть-чуть и хватит на эти, мы все молодцы. Все, спустя часов, наверное, шесть, если не соврать, да, вы, наконец-то, добираетесь до зомби-тропы. Тропа-зомби, это такая тропа ровная, можно сказать, что там уже все, это финиш, ну, там уже не дойти ни варианта. Я не знаю человека, который бы сломался на тропе-зомби. Как правило, вы оставляете все свои вещи там, кидаете их просто на этой тропе и идете, и вы уже, можно сказать, сейчас вот через минуту-две сможете свершить свое долгожданное восхождение. И ты стоишь на этой вершине и под тобой горы, которые два километра, два километра высотой. Они такие маленькие, они просто, ну, малюсенькие. Я даже говорю, там не то, что машины там кого-то не видно, там был бы дом, отвечая, его бы не было видно, потому что ты стоишь, а внизу горы и внизу облака. Ты представляешь, ты поймешь, что ты просто властелин, там, ты вообще красавчик, капитальный, ты смог сделать то, что, наверное, не каждый бы смог сделать в своей жизни, уж реально не каждый. Вы успеете там сделать пять подходов по три селфи, вот, и вам начнут вас подгонять, потом сдавайте вниз, акклиматизация, то-се. Там самое главное не растеряться, потому что я знаю истории, рассказывали нам, когда человек просто настолько в эйфории, он там, вася, что. Просто он потом понимает, что он забыл сделать селфи, он просто, он просто забыл, он реально, он настолько не смог сориентироваться, что просто он такой спускается, блин, а фотки-то нет. Вы представляете, как обидно, да, отдать всего себя и не запечатлеть этот прекраснейший момент. Скажу честно, что вы там подзарядитесь энергией, силой, вы там наберетесь вот этого вау, и когда вы вернетесь к своему рюкзачку, к своему рюкзачку, вы так его поднимете, так вот оденете, и поймете, вот, блин, еще же и вниз спускаться. А тебе туда спускаться, мама, не горюй. А вниз-то еще сложнее, чем наверх. Понимаете, в чем соль? Если наверх ты как бы идешь, идешь потихонечку, потихонечку, то вниз ты просто, еще благодаря там такой же склон, я, наверное, раз в 20 навернулся. Уже просто настолько ноги не держались, что ты идешь и просто, когда ты дойдешь до седловины, ты просто, ну, будешь настолько, ты будешь больше счастливым, чем когда ты на гору зашел. Ну, спуск крайне тяжелая тема, лично для меня я просто офигел, это в 100 раз сложнее для меня, чем подъем. И вот вы спускаетесь до скал Пастуховых, доходите оттуда, и там есть два варианта, опять ехать на ратраке, или опять идти пешком. Идти пешком плюс-минус минут сорок, не, не часа, минут сорок, да? Но поверьте, вы настолько будете за... за... мы друг друга поняли, что вам просто не захочется. В общем, могу сказать, что по возвращению в лагерь я... я так устал, это просто невероятно. Тебя, помимо того, что ты практически сутки не спал, потому что вы ложитесь еще за этот день рано, как бы и все, далеко не все спят вообще, я не спал. Я никогда так в жизни не уставал, вообще никогда и нигде. Тебя как будто просто взяли и выжили как тряпку. Тебя... ты как будто отдал все свои силы просто, ну, вот вообще в ноль. И ты сидишь, и у тебя все болит, и ты просто весь вот, ну, разваливаешься, ты проклинаешь коры, ты говоришь, что ты никогда больше в жизни в них не пойдешь. Ты настолько устал, что ты просто уже забыл все хорошее. Но это быстро проходит, то есть буквально часа полтора, и ты уже как огурчик, и ты уже едешь в офис, и ты уже на каком-то таком легком движи, такой уже хоп-хоп-хоп. И, ребята, те эмоции, которые ты испытываешь, поверьте, они того стоят. Хоть раз в жизни стоит себя испытать, но что ты вообще способен. Это очень непросто. Это очень-очень непросто. Но могу сказать, что эмоции, которые вы испытаете, находясь на вершине, взаимодействуя со своими коллегами, да, с теми, к с кем вы поднимаетесь, с гидами, если у вас сама атмосфера вообще просто шикарная, то гарантирую, вы вообще не пожалеете. И вот все, как бы вот на этом ваше путешествие закончится. Вы поедете в Пятигорск, сдавайте снаряжение. И, собственно, потом, потом, я помню, у нас народ собирался на прощальный ужин. Все сразу давай пить, бухать там и так далее. Ну, в общем, по полной отмечать. Что касается цены, я, ребят, все конкретно расписывать не буду. Могу сказать, что если у вас есть там сотка на одного, это вам хватит просто вот так вот. Это включая билеты, включая такси, включая вообще все, включая эти жиротраки, включая вообще, ну вот, ну, чтобы шикануть прям нормально. У вас и на сувениры, и все хватит, и все вот, ну, прям вообще в легкую вы сможете себе все позволить. Но, опять же, это цены на 23-й год, в 24-м и так далее будут чуть дорожать. Но, в целом, пока сотка, это прям, ну, шиканете нормально прям. Опять же, повторюсь, туда входят авиабилеты, снаряжение, аренда, все туда входит. Вы еще сможете вообще везде погулять, все посмотреть, у вас еще и останется. Теперь самые полезные советы от новичка, если вы собрались идти на это. Пользуйтесь клеммом для лица, потому что это очень важно. Вы сами не заметите, как ваше лицо превратится просто в такое загорелое, знаете, румянецое. Как кожа ваша обгорит, и не только на лице, руки, все, что является открытым. Все нужно смазывать, все нужно мазать кремом, чтобы уберечь себя от неприятных ожогов. Старайтесь меньше снимать маску. То есть, у вас будет такая балаклава, можно сказать, вот она где-то будет посюда, да. Я тоже, кстати, советую купить к тому моменту, как вы поедете, чтобы она была удобна для вас. Очень важный момент. Выбирайте обувь нормально. Под словом нормально я подразумеваю, что если вам там, на пункте выдачи до аренды, выдают обувь, и вы как бы стесняетесь сказать, что вот мне неудобно, то запомните, вот это ваше стеснение, скорее всего, приведет к тому, что вы не то, что никуда не заберетесь, вы и ходить долго не сможете. Потому что эта обувь, она не такая, это не кроссовочки там легкие, это реально такие боты, которые вот, ну, надо выбирать хорошо. Походите, посмотрите, ногу в разных положениях поставьте. Если вам неудобно, прямо об этом говорите, и хоть 30 минут, хоть 40, хоть час, хоть весь день выбирайте, но обувь должна быть вам соответствующая, удобна, и не стеснять никаких движений, не должна быть мала. Можно, кстати, взять на размер больше, потому что носочки потом надо больше стены натянуть, чтобы ноги не замерзли. В общем, обувь, это процентов, наверное, если так в общем брать, это процентов 70 успеха. То есть, ребят, ну, реально, обувь, это прям вы не стесняйтесь, говорите, что мне неудобно, дайте мне другой размер или подберите другую. Такой немного момент может странно показаться, но храните все бутылки, все ваши термосы, все-все-все вот это, храните не в кармашке в рюкзачке, вот сбоку которой, а именно в самом рюкзаке. Почему? Потому что в горах есть такой момент, что сильный ветер, вы как-то там подскользнулись, упали, бутылка эта вылетела или термос, и человек, которого идет сзади вас, там, в 100 метрах, и далее, и далее, и далее, и далее, вот, если кому-то этот термос привезет в голову, то, скорее всего, этот человек попадет в больницу, а вы, скорее всего, попадете в места не столь отдаленные на определенный срок. Поэтому безопасность должна быть не только ваша, вы должны еще обеспечивать вокруг тех, кто с вами двигается, тех, кто внизу. Храните все вещи, которые могут кого-то там, так сказать, снять с пути, исключительно в рюкзаке. Слушайте своего гида. Гид — это ваш отец, кто угодно, это ваше все на те дни, когда вы совершаете свое восхождение и ходите по горам, потому что его опыт — это ваша безопасность. Не надо ни с кем спорить, если вы не ходили никогда в горы, вот, надо адекватно общаться, там, не держить, не ханить. Если вам что-то непонятно, то лучше лишний раз переспросить, потому что если вы сегодня его не послушали и сделали по-своему, завтра вы можете оказаться в больнице. Следующее — это больше касается людей, которые употребляют никотин, да, сигареты. Курение вредит, все это прекрасно знают, но для вас есть отдельный такой пункт. Я видел людей, которые курят, которые поднимались. Среди моей группы тоже были курящие, которые успешно доходили до вершины. Я рекомендую вам не курить, воздержаться от сигарет в день, когда вы в ночь вышли наверх и до спуска вниз. Не рекомендую вам курить, потому что если вы покурите где-нибудь у Скалопастуховых, вы, скорее всего, там и останетесь, и вас придется снимать назад. Как бы до этого люди перекуривали, с этим никогда никаких проблем не было. Вот, но на восхождение все-таки лучше воздержаться. И еще такой важный момент — зажигалка. Зажигалка должна быть вот с колесиком, которая. Потому что зажигалка, которая просто чик-чик, она там не работает, она не зажигается. И там купить где-то зажигалку невозможно. Вот, там мало кислорода, и работают только зажигалки с колесиком. Что по-любому с собой взять? Прямо 100% из этого нам никак не обойти. Первый — это Powerbank. Да, там есть электричество, да, там есть розетки, да, там телефон всегда можно зарядить. Но бывает, что электричество отключают, и отключают надолго. Если вы посадите телефон перед своим выходом, вы просто не сможете насладиться потом в будущем своими фотографиями и тем, что вы хотели запечатлеть на свой телефон. У меня был Powerbank, я им пользовался несколько раз. Вот, он мне очень пригодился. В принципе, можно купить на 10 тысяч ампер, вам этого хватит вполне. Крем для лица, опять же, это очень обязательно. Это ваша, опять же, безопасность, безопасность вашей кожи. Термобелье и нижнее белье, то есть, все понятно, это в аренду не дается. Вот, это средства гигиены, так сказать. Лекарства. Лекарства нужно взять, но умеренно. Я помню, у нас тип-типочек приехал такой. Там просто целый чемодан этих лекарств. Он что-то куда-нибудь запихнул. Я думал, он какой-то этот, ну, врач или нет. Просто с нами ехал его. Там половина лекарств просто непонятно. Отключил тухи, скротухи, от чего угодно. Там просто, там, мне кажется, вообще чемодан от всех болезней. Нет, этого практиковать не надо, всего понемногу. В конце концов, у гидов прекрасно есть все таблетки, которые вам могут понадобиться. Обезболивающие, жаропонижающие и так далее. И все-все-все. В общем, этот момент тоже продумайте, чтобы не получилось так, что у вас там процентов 70-то один лекарство. Есть такие люди, которые прям очень сильно, надо витамины, надо срочно анальги на 15 пачек, надо там, я не знаю, целый вагон угля. Я тоже брал таблетки, из них я вообще, по-моему, ничем не использовал даже. Ну, может так, пару раз выпил анальгинчику. Вот, ну, не скажу, что эта аптечка мне красиво понадобилась. Влажные салфетки, естественно, берем, потому что влажные салфетки вам тоже понадобятся. Вот, такой момент гигиенический, не всегда, не везде их можно достать там. Вот, поэтому такой тоже атрибут, который вы должны иметь с собой. И старайтесь, чтобы у вас всегда была бутылочка Кока-Колы, если нужно, докупайте там, на вершине тоже она есть, вот в этом лагере, в котором вы будете перед выходом. И обязательно на восхождение само обязательно иметь пару бутылочек Кока-Колы. И энергетические батончики, да, это вот, естественно, вам поможет, как я уже ранее говорил, даст вам энергию и силы их, можно купить. Я покупал, наверное, штук 20, вот, я их съел не все, вот, но они реально помогают, они реально помогают, поэтому не стесняйтесь и покупайте. Никто вам не скажет, что все так много, наоборот, у вас еще просить будут. Самый главный такой совет, который я хотел бы дать, это покупайте тур, который вам по силу. Не надо покупать самый сложный тур, если вы идете там в первый раз, вы только знакомитесь с горами, с альпинизмом. Такой тур не бери, будет сложно. Но ваша задача, ваша задача сохранить свое здоровье, адекватно распределить свои силы, вот, и не влезать в то, где вы, скорее всего, не справились. Адекватно оценивайте свои силы, выбирайте наиболее, наиболее легкие, если вы с этим ранее не сталкиваетесь. В первую очередь, вы должны сами для себя получить эмоции, вот, получить наслаждение, получить какую-то радость. Да, не надо выбирать самое сложное, самое такое, вот, я все смогу. Да, вы все сможете, но чуть попозже, потому что люди выбирают самое сложное, идут первые два дня, потом начинаются проблемы, они ломаются, спускаются, вот, и остаются неприятные воспоминания, просто потому что человек, ну, сильно переоценил свою возможность. Поймите, что подниматься в гору, это очень сложно, и ваша задача сохранить свое здоровье, сохранить свои силы, сохранить себя для будущих своих совершений. Удобств сразу скажу, что никаких там нет, вода, вот, пожалуйста, из бутылки, это как у нас было, да, вот, мы чисто, вот, жили в вагончиках. В вагончиках, кстати, был свет, связь там тоже есть, интернет очень хорошо ловит, но бывает, что вышки отключают, там очень хорошо ловит МТС и Теле2, вот, а значит и Мегафон тоже. Да, в принципе, там все есть вышки, Билайн, МТС и Мегафон. То есть, насчет связи не переживайте, сторисы выкладывать сможете, электричество там тоже есть, телефон всегда сможете подзарядить. Ну вот, как-то так и путешествие наше и подошло к концу. Ребят, я не стал там говорить о том, что вот, как будет, все будет, изо дня в день, что сколько стоит, там, чем кормят и так далее. В принципе, все у всех одинаково, это уже зависит больше, наверное, от тура оператора, вот. Но я хотел именно поделиться эмоциями, тем, что вас, скорее всего, ждет, тем, с чем вам придется столкнуться и с тем, что видел я и что чувствовал. Поэтому готовьтесь к получению нереально огромных эмоций, положительных, готовьтесь к тому, что вам придется с собой бороться. У нас, кстати, девчонка была, Вика ее звали, вот она, вообще в нее никто не верил. Ну, она очень медленно шла. Вика, если ты когда-нибудь посмотришь это видео, знай, я вообще, мы все тобой восхищаемся. Смысл в том, что в последний момент, вот перед выходом на Эльбрус, просто такая минутка мотивации, перед выходом на Эльбрус, за день до этого мы поднимались до скал пастуховых. И вот, и вообще, ей очень было фигово, но она шла потихонечку, она шла с кидом, потихонечку. Мы, наверное, ее часа полтора ждали после того, как поднялись. Вот, уже все начали ноги спускаться, а она все шла и шла, и потихонечку, потихонечку. И она добралась до этих скал, и мы на следующий день, мы вообще никто не думали, что она сможет подняться, да? То есть, ну, и человек, этот человек, чисто на морально-волевых, вот я увидел этот момент, когда человек идет на морально-волевых. То есть, тут дух очень сильно решает. Если ты настроен идти вперед, все, потихонечку, помаленче, то человек и доходит. А если он, как бы, ну, может быть, а может и не быть, и не доходит. Поэтому человек, вот, ну, вроде в нем сомневались, да, он взял и просто на ровном месте всем доказал. Да и себе, в первую очередь, мы-то что, мы вообще никто для нее, да? Но себе она доказала, и огромное уважение, конечно, такие люди заслуживают, которые идут, которые не сдаются, которые находят в себе силы. На этом я хочу закончить это видео. Ребята, мечтайте, творите, действуйте. Никто за вас ничего не сделает, кроме вас. И не надо вот сейчас, сидя перед экранами, думать, что, пф, и сейчас. Я тоже был в таком неком заблуждении, что да как так. Очень сложно, очень тяжело, но оно того стоит. Готовьтесь, вас ждет реальные приключения. Пока.